У сотрудников средств массовой информации и блогеров Твери была уникальная возможность посетить одно из ведущих предприятий города – Тверской завод железобетонных изделий. Экскурсию организовал региональный центр «Мой бизнес». Участников мероприятия познакомили с основными этапами производства, а также рассказали, где применяется продукция завода. В числе гостей была и наша съемочная группа. Это как раз моменты, вот это тонкости, без которых качественное бетонное изделие производить невозможно. О тонкостях работы по производству железобетонных изделий участникам экскурсии рассказывает директор ТЖБИ-4 Анна Рыбакова. На сегодняшний день, поясняет руководитель Тверской завод железобетонных изделий, это крупное предприятие, которое выполняет заказы не только регионального, но и федерального масштаба. Например, поставляет необходимые конструкции для обустройства пешеходных переходов на трассе М-10 под Тверью. А совсем скоро начнет изготавливать сваи для важной стройки на территории областного центра. Сейчас мы начинаем формовку свай для фундамента детской областной клинической больницы. И вот эти вот маленькие свайки, сейчас мы заканчиваем этот заказ, и сразу же вслед мы начинаем формовать огромное количество свай для детской областной клинической больницы. Участников экскурсии познакомили со всеми нюансами изготовления железобетонных изделий, начиная с первого этапа, когда цемент смешивают с песком и другими материалами, и заканчивая складом готовой продукции. Как поясняют в региональном центре «Мой бизнес», цель подобных мероприятий – познакомить всех желающих с предприятиями Тверского региона. Нам кажется важным, чтобы люди понимали, что им есть где работать. Не обязательно уезжать куда-то, можно работать на своей земле. В том числе, вот благодаря рассказам о таких предприятиях различных, мы помогаем другим руководителям предприятий найти себе партнеров, найти каких-то поставщиков, может быть. Особенно важна эта работа сейчас, в период пандемии, считают в региональном центре «Мой бизнес». На сегодняшний день, по данным правительства Тверской области, открытость экономики Тверского региона сейчас составляет 100%. Благодаря мерам поддержки бизнеса, введённым в Верхневолжье весной этого года, предприятия не только продолжают работать в штатном режиме, но и обеспечили в текущем году рост экономики. В Тверской области сохраняются меры поддержки реального сектора, сельского хозяйства, среднего и малого бизнеса. В прежнем режиме работают институты развития. Хочу выразить благодарность всем, кто работает в реальном секторе, за то, что обеспечили рост экономики в текущем году. По прогнозам в следующем году, рост должен составить не менее 3%. Как отметили участники экскурсии, для них было чрезвычайно важно побывать на подобном мероприятии и воочию увидеть процесс изготовления железобетонных конструкций. В конечном счёте, каждый вынес из посещения ТЖБ-4 что-то своё. Я всегда стараюсь говорить то, что мне интересно, и, соответственно, самое главное, что я для себя сегодня извлёк, это то, что простые хрупкие женщины могут работать на таких тяжёлых предприятиях. Для меня это удивительно. Подобные экскурсии рассказывают в центре «Мой бизнес» в ближайшее время продолжатся, и участие в них смогут принять не только сотрудники СМИ и блогеры, но и другие горожане. О том, какие предприятия Твери можно будет посетить, специалисты центра расскажут совсем скоро.